Так я познакомилась с профессором, целясь из пистолета ему в яйца. Можно? В отношениях приятно то, что ты забываешь, как они начинаются. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и сегодня мы поговорим о бумажном доме. Точнее, о его финале. И, наверное, это будет первый неавторский видос на этом канале. Дело в том, что я решил поковыряться в сети и поискать какие-нибудь фанатские теории касательно финала сериала. Но сразу предупрежу, если вы не досмотрели до пятой серии пятого сезона, то вас после заставки будут ждать жирнющие спойлеры. Я предупредил. Вообще, как кто-то из вас мог заметить, я не делал обзор на бумажный дом. Почему? Да, всё просто. Я, так же, как и многие другие сериалы, обходил его стороной. Но тут почему-то решил его глянуть. И понеслась. Я пересмотрел все сезоны буквально за три дня. Я смотрел дома, я смотрел на работе, я смотрел даже в автобусе. Настолько он меня зацепил. Думаю, в подробности сюжета сильно вдаваться не стоит. Потому как сериал идёт уже с 2017 года. И если вам было интересно, то вы с ним уже знакомы. Но если вкратце, то это сериал о группе отчаянных грабителей, решивших ограбить не что-то простенькое, а сам монетный двор Испании. Но сделали они это не на горячую голову, а следуя чёткому плану профессора, подготовленному за 20 лет. Что из этого получилось, вы узнаете в сериале. Ну а сейчас приступим к фанатским теориям, касательно его финала. Вообще, насколько я понимаю, все фанатские теории, которые я нашёл, были придуманы ещё на четвёртом сезоне. Поэтому парочка из них уже рассыпалась на момент пятой серии пятого сезона. Ну а одна даже, возможно, подтвердилась. Первой рассыпавшейся теорией можно считать такую, что Токио единственная выжившая из грабителей. И весь сериал это её пересказ с детям Найроби из Стокгольма. Эх, как бы я хотел, чтобы это было правдой. Но мы уже знаем, какой финал ждёт Токио. Я не из тех, кому суждено состариться за решёткой. Я из породы вечных беглецов. Но на самом деле я думал не про детей. Я думал, что закадровые слова Токио, это что-то вроде признания Токио в суде или в камере соседу. Но увы, нет. И если моё тело уже не в силах бежать, значит сбежит душа. Вторая теория касалась того, что Алисия имитирует беременность. Но снова же мы видели, что это правда. А вот третья теория очень даже похожа на правду. А именно, Алисия присоединится к банде профессора. Да, какой бы она сукой ни была, мы знаем, что до смерти мужа она таковой не была. И после того, как разведслужба подкинула ей улики и спустила на неё собак, она даже поймав профессора, останется по уши в какашках. И она это понимает. А также она понимает, что профессор – это её единственный шанс на побег. К тому же, после того, как он принял у неё роды, отношение у неё явно поменялось. И это можно заметить в этом кадре. Вы были моим ангелом-хранителем. Моя очередь стать вашим. Хотя, буквально на днях, Нетфликс выкатила небольшой фрагмент из второй части пятого сезона. И там звучат слова, что профессор исчез. Тут, как по мне, возможно, два исхода. Либо же что-то случилось, их накрыли, и им всем пришлось прятаться, при этом потеряв связь. Либо же Алисия оказалась той ещё сукой, и она сдала профессора. Дело такое. Профессор исчез. Следующая теория – Татьяна и Алисия как-то связаны. Кто-то даже предположил, что это один и тот же человек. Но исполнительница роли Алисии Найра Нимри опровергла эту информацию. Но, согласитесь, их сходство глупо отрицать. Внешность, поведение. Я лично ставлю на то, что они сёстры. Это было бы очень иронично. Одна сестра пошла путём правопорядка, вторая стала воровкой. Лучше и быть не могло. Следующая теория касалась как раз Татьяны. Что она сыграет ключевую роль в финале. И тут я тоже должен согласиться. Не зря же, начиная с третьего сезона, нас всё больше с ней знакомят. С одной стороны, она может помочь спасти ребят. Правда, пока не знаю как. В памяти о погибшем Берлине. Либо же она наоборот поможет полиции, не справившись с горем. И виня профессора в том, что он не вытащил Берлина. Не дав им вместе дожить его последние годы. Тут ситуация двояка. Но Татьяну мы ещё точно увидим в конце сезона. Дальше Лиссабон умрёт в перестрелке. Признаюсь, Лиссабон не самый мой любимый персонаж. Но мне нравится, что профессор с ней меняется и становится более человечный. И оттого вдвойне иронично, что Альваро Морте, исполнитель роли профессора, сказал. Профессор – странный одинокий мужчина. То, что он нашёл друзей и любовь, стало лишь маленькой главой его жизни. В конце я бы хотел, чтобы он вернулся к одиночеству и затворническому образу жизни. Он к этому привык. Ему комфортно. То есть, я тут топлю за то, чтобы его персонаж рос, развивался и был счастлив, а он такой, похер, валите её. Не надо так, профессор. Пожалуйста. Хотя, я всё же думаю, что её убьют. Позже объясню почему. Профессор, это Лиссабон. Я жду ответа. А Рекель, как там оказалось? Ну и напоследок, моя любимая теория. Золото – это выход. Профессор не раз говорил, что без золота они не смогут уйти. Но почему оно так важно? Ходит теория, которая кажется мне маловероятной. О том, что золото послужит отвлекающим манёвром. Мол, его сбросят как деньги. Но блин, дождь из маленьких камешков расхреначит головы как людей, так и полиции. А поэтому вряд ли профессор пойдёт на это. Может, конечно, его рассыпят под ноги, но тоже навряд ли. Полиция уже не раз видела отвлекающие манёвры. И, скорее всего, просто откроет огонь в воздух. И люди не подойдут. Я лично думаю, что профессор хотел переплавить как можно больше золота, чтобы потом отправить его в какой-то тайник. И при условии, что ребятам дадут спокойно уйти, он и расскажет, где этот тайник, вернув золото. Так как целью операции была не нажива, а освобождение Рио. И косвенно в поддержку моей теории снова же можно взять слова из предоставленного отрывка. Золото – наш заложник. Берём заложника, предлагаем его Тамайо, ставим условие атаку в твой план. Ну а при возможном хэппи-энде, похожем на тот, что мы наблюдали во втором сезоне, можно предположить, что когда правительство придёт за золотом, золота уже там не будет. И оно достанется ребятам. Как раз в духе той операции, что проводил Берлин сыном и Татьяной. Потрясно! Ну и давайте напоследок, кто ещё умрёт. Я заметил, что сериал активно рвёт связи между персонажами. Смотрите сами. Профессор и Берлин. Берлин мёртв. Хельсинки и Осло. Осло мёртв. Богата и Найроби. Найроби мёртва. Рио и Токио. Токио мёртва. Судя по этой логике, умрёт или Денвер, или Стокгольм. Денвер уже потерял отца. Монике терять пока некого, кроме Денвера. А значит, скорее всего, это будет Денвер. Но, блин, сразу предупреждаю, я тогда нахрен взорвусь. Также, я так думаю, может погибнуть Палермо. Да, ближе всего к смерти на данный момент Хельсинки. Ну, именно поэтому, не знаю почему именно, я думаю, что сериал уберёт именно что Палермо. А Хельси останется жив. Ну, и несмотря на то, что профессор уже потерял Берлина, сейчас он с Лиссабон. И так как профессор в большей безопасности, то, скорее всего, убьют Лиссабон. Хотя, снова же слова о том, что профессор исчез, могут означать, что Алисия всё-таки спустила курок. В общем, если подытожить, то моя ставка на то, что погибнут Денвер, Палермо и Лиссабон. Ну, а как вы думаете, кто погибнет? И почему же так важно золото? Пишите в комментариях. 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 Пишите в комментариях.